С вашей карты совершается несанкционированная транзакция. Нужно срочно перевести деньги на безопасный счет. О том, что с ней общаются мошенники, 60-летняя пенсионерка не знала, поэтому простое правило закончить разговор и положить трубку не выполнила. Как итог, минус 300 тысяч рублей в пользу незнакомцев. Эту сумму женщина перевела на 10 мобильных номеров аферистов. И уверяли в том, что это мера временная и накопление позже вернуться. Но, как и следовало ожидать, не вернулись. На следующий день пожилая женщина пришла в полицию. В этот же день 150 тысяч рублей лишилась и 20-летняя учительница. Чтобы убедить ее перевести деньги, мошенникам пришлось хорошенько подумать над легендой. Сюжет оказался захватывающий. Собеседники заявили, что в отношении нее возбуждено и расследуется уголовное дело за незаконные финансовые махинации. Выдуманная легенда сработала. С испуганным преподавателем можно было делать все, что угодно. Несколько часов аферисты держали ее на телефоне, пока не добились своего. Они предложили снять обвинение за денежные вознаграждения. Позже карманы мошенников на 260 тысяч пополнил и еще один житель Курска. На сайте рекламных объявлений он закупил оборудование для работы, но товара не получил. Деньги ему, конечно, тоже никто не вернул. Полиция еще раз напоминает курянам. Не раскрывайте данные своей карты посторонним людям. Тогда и накопления останутся целы. Ксения Дегтярева при содействии Пресс-службы МВД России по городу Курску. События дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова